Сура пятая. Трапеза. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О вы, которые уверовали в Аллаха, Его Посланника, и подчинились Его закону! Верно исполняйте договора, свои обязательства перед Аллахом и друг перед другом в том, что не противоречит книге Аллаха и Суне Его Посланника. «Дозволено вам всякое животное из скота, верблюд, корова, овца и другие, кроме того, о чём читается вам, мертвечина, свинья, кровь и т.п. Без дозволения для вас охоты, когда вы находитесь в состоянии запрета в их раме, во время совершения большого или малого паломничества. Поистине, Аллах устанавливает по своей мудрости и справедливости то, что желает. «А нас, да будет доволен им Аллах, рассказывал, однажды мы спугнули зайца в Мар-Аз-Захране, и люди стали гоняться за ним, но выбились из сил, а я догнал и схватил его. Потом я принёс этого зайца Абу-Талихи, который зарезал его и отослал Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его задние ноги, и он отведал их». Аль-Бухари, 2672. Муслим, 1953. Абу-Муса-Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, рассказывал, «Я видел, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, ел курицу». Аль-Бухари, 5517. Муслим, 1649. Абу-Хураира, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Всё, что имеет клыки из хищных животных, употреблять в пищу запрещено». Муслим, 1933. В хадисе речь идёт о львах, тиграх, волках, лисах, собаках и тому подобное. Смотрите Аль-Мугни, 13317. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, рассказывал, «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил употреблять в пищу любое животное, обладающее клыками, и любую птицу, обладающую когтями». Муслим, 1934. Сюда относятся орлы, ястребы, соколы и тому подобное. Джабир, да будет доволен им Аллах, рассказывал, «В день Хайбара, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, запретил употреблять в пищу мясо домашних ослов и разрешил употреблять в пищу конину». Аль-Бухари, 4219. Муслим, 1941. Также к мертвечине, которую запрещено есть, относится то, что отрезано от животного, которое было живым. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «То, что было отрезано от животного, которое было живым, является мертвечиной». Абу-Дауд, 2841. Ибн Маджах, 3216. «О вы, которые уверовали! Не нарушайте установление Аллаха, границ того, что Он запретил. Ни в отношении запретного месяца, когда не дозволялось сражаться, ни в отношении ведомых к запретной мечети, жертвенных животных, ни в отношении украшенных жертвенных животных, также нельзя покушаться ни на паломников, стремящихся к запретной для греха мечети, которые желают обрести щедрость, награду от их Господа и Его благоволение, довольство. А когда вы после завершения всех обрядов паломничества снова будете в состоянии дозволенности, выйдете из состояния запрещения и храм, то охотьтесь. И пусть не втянет, не подтолкнет вас в грех злоба по отношению к людям, жителям Мекки, которые воспрепятствовали вам совершить паломничество, как это было в год Хубайбии, за то, что они отклонили вас от запретной мечети, к тому, что вы приступите, нарушите повеление Аллаха в отношении их. И помогайте, о верующие, одни из вас другим в благочестии, в совершении благих поступков и остережении от совершения грехов и ослушаний, но не помогайте в совершении греха и во вражде, в несправедливости и нарушении границ установления Аллаха. И остерегайтесь наказания Аллаха, выполняя то, что он повелел, и сторонясь того, что он запретил. Поистине, Аллах силен в наказании. Запретных месяца четыре. Зулькада, Зульхиджа, Мухарам и Раджаб. Паломники вешали на шее жертвенных животных украшенные плетеные веревки, чтобы другие по этим животным узнавали, что их хозяин направляется совершить паломничество. Запрещена вам мертвичина, животное, которое умерло, не будучи зарезанным, и вытекшее из животного кровь, и мясо свиньи, и то, что было заколото ради кого-то, кроме Аллаха, и то, что было задушено или задохнулось, и убитое ударом, что умерло от удара, и погибшее от падения, и забоданное до смерти, и то, что ел, убил хищник. Если только вы не успеете зарезать его, и запрещено то, что было заколото на жертвенниках, которые установили многобожники, и запрещено, чтобы вы выбирали необходимость или нежелательность какого-либо важного дела по стрелам. Это совершение того запретного, что было перечислено, является непокорностью. Сегодня отчаялись те, которые стали неверными в вашей вере. Они отчаялись, поняв, что верующие не отойдут от ислама. Не бойтесь же их, а бойтесь меня, Аллаха. Сегодня я, Аллах, сделал завершенным и совершенным для вас вашу веру и закон и довел до конца для вас мою благодать, выведя вас из мрака невежества к свету истинной веры. И я доволен тем, что ислам, полная покорность Аллаху, является для вас верой и законом. А кто же будет вынужден в голоде кушать то, что запретил Аллах, а не склоняясь намеренно к греху, то ведь поистине Аллах прощающий и милосердный. Исключительно морские животные, рыбы, крабы, креветки являются дозволенными, даже если мертвы, так как пророк Мухаммад сказал, «Она, морская вода, чистая, а мертвичина из нее, из моря, является дозволенной». Если успеть зарезать задыхающиеся, получившие смертельный удар, упавшие с высоты, забоданное и то, на которое напал хищник, животное в соответствии с шариатом, до того, как оно умрет, его мясо будет дозволенным. До ислама, перед совершением какого-либо важного дела, люди брали три стрелы, на одном из которых было написано «делай», на другом «не делай», а на третьем ничего не было написано. И затем он определял свое дело, вытаскивая стрелу. Если же выходила стрела, на которой ничего не было написано, он повторял все заново. «Они, сподвижники, спрашивают тебя, о пророк, о том, что им дозволено из еды. Скажи им, дозволены вам блага, любая разрешенная Аллахом пища, а также вам дозволена охота, которой вы научили прирученных хищных животных, собак, соколов, отпуская их ловить дичь. И вы учите их, этих охотничьих животных, тому, чему научил вас Аллах. Ешьте же то, что они, охотничьи животные, схватят для вас, и поминайте, произносите над этим, когда отпускаете охотничьи животные, имя Аллаха. И остерегайтесь наказания Аллаха, выполняя то, что он повелел, и сторонясь того, что он запретил. Поистине, Аллах скоро в расчете. Сегодня стали дозволенными вам блага, любая разрешенная Аллахом пища. И пища тех, кому даровано Писание, мясо, зарезанное иудеями и христианами, разрешается вам, и ваша пища, мясо разрешается им. И также дозволено вам жениться на целомудренных супружески верных из числа верующих на мусульманках, и целомудренных супружески верных из тех, кому даровано Писание до вас, на иудейках и христианках, если вы им дадите их вознаграждение, брачный дар, будучи целомудренными, соблюдая супружескую верность, не совершая прелюбодеяния и не заводя любовниц. А если кто отрекся от веры, отказался от установления узаконенного Аллахом, то тщетным будет его дело, и в вечной жизни он окажется в числе потерпевших убыток. «О вы, которые уверовали! Когда вы встаете на молитву, и вы не в состоянии омовения, то мойте водой ваши лица и руки до локтей, обтирайте влажными ладонями ваши головы и мойте ноги до щиколоток. А если вы оказались в состоянии большого осквернения, то очищайтесь, совершите большое омовение. А если вы больны так, что не можете использовать воду или ее использование увеличит болезнь, или находитесь в дальней поездке, или кто-нибудь из вас пришел из отхожего места, или вы прикасались к женщинам, имели с ними близость, и не нашли воды, то вместо омовения водой совершайте обряд очищения чистой землей, таямом, и обтирайте ею чистой землей ваши лица и руки. Не желает Аллах устроить для вас тяготы в совершении омовения, поэтому Он разрешил вам таямом. Но Он только желает очистить вас от скверны и грехов и завершить свою милость вам, разрешив очищение чистой землей, чтобы вы были благодарны Ему, задарованные им благо своим повиновением Ему. И помните благодать Аллаха вам, насколько она велика, и Его завет, который Он заключил с вами, о верующие, когда вы, давая присягу пророку, сказали, «Мы слышали и повинуемся». И остерегайтесь наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил. Ведь поистине Аллах знает про то, что в грудях, душах Его творений. О вы, которые уверовали! Будьте придерживающимися справедливости, говорите истину ради Аллаха, желая обрести Его довольство, свидетельствуя беспристрастно. И пусть не втянет, не подтолкнет вас в грех злоба по отношению к каким-либо людям, что вы поступите несправедливо. Будьте справедливы, это ближе к остережению, к боязни Аллаха, и остерегайтесь наказания Аллаха, ведь поистине Аллах сведущ в том, что вы делаете, и воздаст вам по вашим деяниям. Обещал Аллах тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, совершали только ради Аллаха то, что повелел Аллах сам непосредственно и через своего посланника, что им прощение их грехам и великая награда рай, и Аллах не нарушает своего обещания. А те, которые стали неверными и отвергли наши знамения, то, с чем были посланы пророки, то такие окажутся обитателями ада. О вы, которые уверовали! И помните благодать, которую Аллах оказал вам, то, что Он даровал вам безопасность, когда до этого некоторые люди, ваши враги, желали протянуть к вам свои руки со злом, желая убивать вас или причинять страдания. А Он удержал их руки от вас и вселил страх в их сердца. И остерегайтесь наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и сторонясь того, что Он запретил. И пусть только на Аллаха полагаются верующие во всех своих делах, твердо надеются на Его помощь и поддержку. И уже Аллах взял договор, завет с потомков Исраила, пророка Якуба, что они будут служить и поклоняться только Аллаху и выполнять все, что Он повелел им в Торе. И мы вывели из них двенадцать предводителей по числу их родов, чтобы они взяли с них договор о повиновении Аллаху. Пророк Муса выбрал из них ответственных. И сказал Аллах потомкам Исраила, «Поистине, Я с вами, Я вижу и охраняю вас. Если вы будете совершать молитву и давать обязательную милостыню, закят, тем, у кого есть на нее право, и уверуете в Моих посланников, и поможете им, Моим посланникам, и дадите Аллаху прекрасный заем, будете расходовать свое имущество на Его пути, тогда Я непременно очищу вас от ваших плохих деяний, прощу вам ваши грехи, и непременно введу вас в сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями, реки». А кто же из вас станет неверным, после этого не примет этот договор, то значит сбился с истинного пути. И за то, что они, иудеи, нарушили свой договор о том, что они обязуются уверовать в каждого пророка, помогать ему и уважать его, мы прокляли их и сделали сердца их черствыми, такими, что они не принимают истину. Они искажают слова Торы, переставляя их со своих мест, измышляя на Аллаха ложь, и сами они забыли часть того, о чем им напоминали, оставили в выполнении того, что им было неспослано. И ты, посланник, не перестаешь узнавать об измене, предательстве с их иудеев стороны, кроме немногих из них. Но ты, пророк, прощай им то плохое, что они причиняют тебе, и отвернитесь от них, ведь поистине Аллах любит искренних, тех, кто искренен в вере и деяниях. Из тех, которые говорят о себе, мы христиане, мы также взяли договор, завет, что они будут служить и поклоняться только Аллаху, и выполнять все, что Он повелел им в Евангелии, которую Он не спасал пророку Ииси. И они, христиане, тоже забыли часть того, о чем им напоминали, оставили выполнение того, что им было неспослано. И мы возбудили среди них взаимную вражду и ненависть, которая будет продолжаться до дня воскресения. И затем сообщит им Аллах о всем, что они совершали в земной жизни, какую ложь они возвели на Аллаха, приписав Ему супругу и сына. О люди Писания, иудеи и христиане, вот уже явился к вам наш посланник, пророк Мухаммад, который разъясняет многое из того, что вы скрываете от людей из Писания, из Торы и Евангелия, и мудро обходит много, многие вопросы, которые вы скрываете, не обращая на них внимания. Вот уже явилось к вам от Аллаха свет, ислам и ясное Писание, Коран. Ведет Аллах им, Кораном, тех, кто последовал за его благоволением, тех, которые желают обрести его удовольство по путям мира, по путям, которые ведут в рай и выводит их из мрака, неверия, к свету веры, по своему дозволению и ведет их к прямому пути. Уже стали неверующими те, христиане, которые сказали, что Аллах – это Мессия, сын Марьям. Скажи, о пророк, этим невежим, кто же может сделать хоть что-либо перед Аллахом, помешать ему, если он захочет погубить, лишить жизни Мессию, сына Марьям и его мать и всех, кто на земле. И только одному Аллаху принадлежит вся власть над небесами и землей и тем, что между ними. Он творит то, что желает, и только Аллах над всякой вещью мощен. Если бы Иса был бы Богом, как это утверждают христиане, то он должен был бы мочь отклонить от себя решение Аллаха и не умирать ни сам и не дать умереть своей матери. И сказали иудеи и христиане, «Мы сыны Аллаха и возлюбленные Его. Скажи им, о пророк, тогда почему Он вас наказывает за ваши грехи? Если бы вы были Его любимцами, то Он бы вас не наказывал». Нет, это не так, как вы утверждаете. Вы такие же, как и все люди из числа тех, кого Он создал. Вы находитесь на равных положениях со всеми. Если будете творить благое, то получите воздаяние благим, а если же будете творить зло, то будете наказаны. Он прощает, кого пожелает и наказывает, кого пожелает. И только одному Аллаху принадлежит вся власть над небесами и землей и тем, что между ними. И только к Нему предстоит возвращение, когда Он будет судить своих рабов и воздаст каждому потому, что Он заслуживает. О, люди Писания, иудеи и христиане, вот пришел к вам наш посланник Мухаммад, разъясняя вам истину и прямой путь после долгого перерыва между приходами посланников, после долгого времени, прошедшего после прихода пророка Иисы, чтобы вы не сказали «Не приходил к нам ни вестник, ни увещеватель». Поэтому у вас не будет оправдания, так как вот уже пришел к вам вестник, который радует раем тех, кто уверовал, и увещеватель, который предупреждает о наказании Аллаха за неверие и ослушание пророк Мухаммад. И только Аллах над всякой вещью мощен. Он способен наказать ослушников и вознаградить покорных ему. И вот сказал пророк Муса своему народу, потомкам пророка Якуба, «О народ мой, помните о благодати Аллаха, которую Он оказал вам, когда Он сделал среди вас пророков, когда умирал один пророк, Он посылал им другого и сделал вас обладателями, свободными, после того, как вы были в рабстве у фараона и даровал вам то, такие чудеса, чего не даровал никому из миров, людей, которые жили в ваше время. «О народ мой, войдите в священную, чистую от идола в землю в Иерусалим, которую Аллах предписал вам, обещал, что вы войдете в нее и будете там жить, и не обращайтесь вспять, не отступайте от борьбы на его пути, чтобы не обратиться вам в потерпевших убыток, как в этом мире, так и в вечной жизни». Они сказали, «О Муса, поистине в ней на этой земле сильные люди, и мы не войдем в нее, пока они не выйдут из нее, так как у нас нет мощи изгнать их оттуда, а если же они выйдут из нее, то мы войдем». Сказали два человека из числа тех, которые боятся Аллаха, и которых благодетельствовал Аллах, сделал их повинующимся ему и его посланнику. «Войдите к ним через городские ворота и будучи подготовленными, и если вы войдете, то окажетесь победителями, и только на Аллаха полагайтесь, если вы верующие». И сказали они, потомки Исраила, «О, Муса, мы ни за что не войдем в него, в этот город, пока они, сильные люди, там остаются. Ступай же ты и твой Господь и сражайтесь вдвоем, а мы здесь будем сидеть». Сказал он, пророк Муса, обратившись с мольбой к Аллаху, «Господи, не властен я ни над кем, кроме как только над самим собой и моим братом, отдели же нас от этих непокорных людей». Сказал он, Аллах Всевышний, своему пророку Мусе, «Поистине, она священная земля, будет запрещена им на сорок лет, и все это время они будут растеряно скитаться по земле, не находя выхода и пристанища. Не печалься же, о, Муса, о непокорных людях». По Синайской пустыне «И прочитай о пророк им иудеям и другим завистникам весть поучительную историю о двух сыновьях Адама с истиной, которая является правдой, Кабиль, Каин и Хабиль, Авель». «Вот они оба совершили жертвоприношение, чтобы приблизиться к Аллаху, и было принято оно жертвоприношение от одного из них, а именно от того, который остерегался гнева и наказания Аллаха, и не было принято жертвоприношение от другого. И тот, чье жертвоприношение не было принято, стал завидовать своему брату и сказал «Непременно я убью тебя». Его брат сказал «Ведь Аллах принимает только от остерегающихся наказание Аллаха». «Если ты протянешь ко мне свою руку, чтобы убить меня, то я не протяну руки к тебе, чтобы убить тебя, ведь я поистине боюсь Аллаха, Господа миров». И увидев намерение брата совершить убийство, он стал увещевать его, желая, чтобы он убоялся наказания Аллаха и сказал ему «Я хочу, чтобы ты взял на себя грех, совершенный против меня, убийство и свой грех, те грехи, которые были до этого и оказался среди обитателей огня ада и это воздаяние притеснителям». И легким представила ему его душа убийство своего брата и он убил его и оказался среди потерпевших убыток, как в этом мире, так и в вечной жизни. Признаком принятия жертвоприношения Хабиля явился огонь, который пал с неба на принесенную жертву и спалил его. «И послал Аллах ворона, который раскапывал землю, чтобы показать ему убийце, как скрыть, похоронить тело его брата. Он, убийца, сказал, «О горе мне, неужели я не смогу быть подобным этому ворону и скрыть тело моего брата?» И затем стал он из числа сожалеющих о своем деянии. По этой причине из-за первого убийства предписали мы потомкам Исраила, кто убьет душу не за душу, не как возмездие за смерть или не за сеяние беспорядка на земле, не за то, что заслуживает смерти, тот, как будто бы убил всех людей и кто оставит жить ее, удержится от убийства того, кого Аллах запретил убивать, тот, как будто бы оставил жить всех людей. И ведь уже приходили к ним, к потомкам Исраила, наши посланники, пророки, с ясными знамениями, доказательствами, указывающими на истинность их призыва. Потом многие из них из потомков Исраила, после этого, после прихода посланников, однозначно излишествовали на земле, приступая к границе, установленной Аллахом и оставляя исполнение того, что он повелел. Воздаяние тем, которые воюют против Аллаха и его посланника и стремятся сеять на земле беспорядок, убивая людей, будет заключаться в том, что они должны будут убиты или распяты, или чтобы были отсечены у них руки и ноги накрест, или чтобы они были изгнаны из земли, из страны, где совершили злодеяние, в другую страну, чтобы содержать их там в заключении. Это для них позор, в этом мире и для них в вечной жизни великое наказание, кроме тех из воюющих, которые покаялись прежде, чем вы получили власть над ними. И знайте же, о верующие, что Аллах прощающий и милосердный. О вы, которые уверовали, остерегайтесь наказания Аллаха, выполняя то, что он повелел, и сторонясь того, что он запретил. Ищите пути приближения к нему, стремитесь обрести его довольство и усердствуйте на пути его, чтобы обрести успех, оказаться в раю. Поистине, те, которые стали неверными, если бы у них было все, что на земле, все богатства, и столько же еще вместе с этим, чтобы выкупить этим самих себя от наказания в день воскресения, то все это богатство не было бы принято от них. Аллах не примет это в качестве искупления за их неверие и им, неверующим, наказание мучительное. Ад. Они, неверующие, захотят выйти из огня, но ни за что не выйдут они оттуда, и для них постоянное, вечное наказание. А вору и воровке отсекайте о обладателе власти их руки, как это определено в законе Аллаха. Воздаяние за то, что они приобрели, и взяли чужое имущество без права на это, как устрашение от Аллаха для других. А Аллах величественный в своем владычестве и мудрый в своих решениях и повелениях. А кто обратится с покаянием после своего злодеяния, совершения кражи и исправить себя, то поистине Аллах примет его покаяние. Поистине Аллах прощающий и милосердный. Развитый, о пророк, не знал, что Аллах таков, что только одному ему принадлежит вся власть над небесами и землей, все принадлежит только Аллаху, и он полностью управляет всем этим, и каждое событие происходит только по его знанию и по его воле. Он наказывает, кого пожелает, и прощает, кому желает, и ведь Аллах над всякой вещью мощен. О посланник, пусть не печалят тебя те, которые устремляются к неверию, не признают тебя посланником из числа тех лицемеров, что говорят, мы уверовали своими устами, а сердца их не уверовали, так как тебе против них будет дана помощь от Аллаха. А также пусть не печалят тебя устремляющиеся к неверию и из числа иудеев, они больше слушают ложь, которую измыслили их книжники, и слушают они твои слова, пророк, для других людей, которые не приходили к тебе, чтобы передать их им. Они, иудейские книжники, искажают слова Торы, переставляя их со своих мест. Они говорят, если вам будет дано от Мухаммада, это такое решение, которое соответствует тому, что мы измыслили, то берите его, действуйте по нему, а если не будет дано вам это, то берегитесь, не принимайте его. И ведь кого Аллах пожелает подвергнуть искушению, оставить без своего содействия к прямому пути, то для того ты, о пророк, нисколько не сможешь найти защиты от Аллаха. Такие лицемеры иудеи это те, которым Аллах не пожелал очистить их сердца. Для них в этом мире будет позор, и для них в вечной жизни будет великое наказание. Они, эти иудеи, больше слушают ложь и много едят запретного, занимаются ростовщичеством, берут взятки. И если же они, иудеи, придут к тебе, о пророк, чтобы ты рассудил их, то рассуди между ними в соответствии с шариатом или отвернись от них, и от этого на тебе не будет греха, так как они ищут не истины, а того решения, что соответствует их желаниям. А если ты, о пророк, отвернешься от них, то они, иудеи, нисколько не повредят тебе. А если ты станешь судить между ними, то суди их беспристрастно. Поистине, Аллах любит беспристрастных. И как они, иудеи, признают тебя, о Мухаммад, судьей, когда у них есть Тора, в которой содержится закон Аллаха? Они обращаются к тебе, Мухаммад, за решением, хотя сами не признают тебя пророком Аллаха, отворачиваясь от Торы, в которую они верят. Потом они, иудеи, отворачиваются после этого, после того, как ты вынесешь свое решение. И такие не являются верующими. Поистине, мы не спаслали пророку Муси, Тору, в которой содержится руководство для выхода из заблуждения и свет, разъяснения положений закона Аллаха. Судили по ней, по Торе, пророки, которые всецело предались Аллаху, тех, кто исповедует иудейство, и не выходили за рамки положений Торы, и не искажали ее. И верные слуги Господа, знающие Его Слово, и книжники, понимающие закон Аллаха, тоже судили по тому, что им было повелено хранить. А это писание Аллаха, Тора, и они, верные слуги Господа и книжники, были свидетелями этому, тому, что пророки судили иудеев по книге Аллаха. О ученые и книжники, не бойтесь же людей при исполнении моего решения, а бойтесь меня. И не покупайте за мои знамения, за оставление моего решения, малую цену, мирские блага. А кто не судит по тому, что не звел Аллах, будучи убежденным в дозволенности этого, то такие являются неверными. И мы предписали, вменили в обязанность им, потомкам Исраила, в ней, в Торе, что душа убивается за душу, и глаз выбивается за глаз, и нос отсекается за нос, и ухо отрезается за ухо, и зуб вырывается за зуб, и за раны полагается отмщение. А кто из пострадавших пожертвует это, свое право на месть, как милостыню, откажется от мести, то это станет искуплением для него, для части грехов посигнувшего. А кто не судит по тому, что низвел Аллах, то такие являются притеснителями, вышедшими за границы, которые установил Аллах. И отправили мы по следам их пророков из потомков Исраила Иису, сына Марьям, как подтверждающего истинность того, что было до него в Торе, исполняющим ту часть Торы, которую не отменяла книга, которая была неспослана ему. И даровали мы ему Евангелие, в котором содержится руководство к истине и свет, и как подтверждающие истинность того, что было до него в Торе, и как руководство и увещание для остерегающихся наказания Аллаха, тех, которые исполняют его повеление и отстраняются от того, что он запретил. И пусть судят обладатели Евангелия те, к которым был послан пророк Иса, потому что Аллах не звел в нем. А кто не судит, потому что не звел Аллах, такие являются непокорными. И не спослали мы тебе, о посланник, книгу, Коран, с истиной, содержащей только истину, для подтверждения истинности того, что было не спослано до него из Писания, из прежних книг, и как свидетеля для него Писания, то есть книг, которые были не спосланы до него. Суди же, о пророк, между ними, людьми Писания, когда они обращаются к тебе за судом, потому что не звел Аллах по Корану, и не следуй за их прихотями, отклоняясь в сторону от истины, которая пришла к тебе. Каждому из вас мы установили закон, по которому они судят, и ясный путь, которым они следуют. А если бы пожелал Аллах, то Он непременно сделал бы вас одной общиной, имеющей одну веру и один и тот же закон. Но Он сделал иначе, чтобы испытать вас в том, что Он даровал вам, как вы отнесетесь к данному вам Писанию и закону. Состязайтесь же в совершении добрых дел, и только к Аллаху предстоит возвращение вас всех, и затем Он сообщит вам о том, относительно чего вы расходились во мнениях. И суди, о посланник, между ними иудеями, согласно тому, что не спасал Аллах в Коране. И не следуй за их прихотями, желаниями тех, которые обращаются к тебе за решением, и берегись их, чтобы они не отвратили тебя от исполнения части того, что низвел тебе Аллах. Если же они отвернутся от твоего решения, то знай, что Аллах лишь желает покарать их за некоторые их грехи, Он не дает им следовать истине, чтобы затем уже в этом мире наказать их за эти грехи. И ведь поистине многие из людей однозначно являются непокорными. Неужели суда, закон о времен невежества, который основан на человеческих страстях и прихотях, они иудеи хотят? И кто же лучше, справедливее Аллаха по суду, закону для людей, убежденных в том, что суд, решение и закон Аллаха являются истинными и самыми лучшими? Этот аят был неспослан после того, как два иудейских племени Бану-Надыр и Бану-Курайза обратились к пророку Мухаммаду за решением о выплате выкупа за убитых, и он вынес решение, что они должны выплачивать равно. Это не понравилось племени Бану-Надыр, который по заключенному еще до прихода ислама соглашению с Бану-Курайза брали в качестве выкупа у Бану-Курайза в два раза больше, чем отдавали сами. О вы, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан себе сторонниками, так как одни из них являются сторонниками других. Иудеи берут сторонниками иудеев, а христиане берут сторонниками христиан, и они вместе в своей вражде против верующих. А если кто из вас, о верующие, возьмет их себе в сторонники, тот и сам будет считаться из них. Поистине, Аллах не ведет к благу притеснителей, тех, которые берут себе сторонниками неверующих. И ты видишь, как те лицемеры, в чьих сердцах болезнь, сомнение, спешат к ним, к иудеям, чтобы взять их себе сторонниками, говоря, «Мы боимся, что нас постигнет поворот беды, что иудеи победят верующих, и из-за этого мы пострадаем». А может быть, Аллах даст верующим победу, завоевание Мекки или какое-нибудь повеление от себя, из-за которого иудеи и христиане ослабнут, и тогда они, лицемеры, окажутся сожалеющими о том, что скрывали в своих душах, о том, что думали стать на сторону неверующих. И тогда скажут те, которые уверовали одни другим, удивляясь положению лицемеров, когда будет раскрыта их сущность. Неужели это те, которые клялись Аллахом, сильнейшие из их клятв, что они, лицемеры, непременно будут с вами? Тщетными, напрасными стали их дела, за свои благодеяния лицемеры не получат никакой награды, и оказались они потерпевшими убыток, как в этом мире, так и в вечной жизни. О вы, которые уверовали, если кто-нибудь из вас отступит от своей веры, станет неверующим, то Аллах приведет других людей, которых он любит, и которые любят его, смиренных, милостивых, перед верующими, великих, суровых над неверными, которые будут сражаться на пути Аллаха и не будут бояться порицания порицающих. Это щедрость Аллаха, дарует он ее, кому пожелает, ведь Аллах объемлющий и знающий. Ведь вашим сторонником, покровителем, является только Аллах и его посланник, и те, которые уверовали, верующие, которые совершают обязательную молитву надлежащим образом, своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь молитве душой, и по своей воле дают обязательную милостыню закят, и они склоняются в поясных поклонах перед Аллахом в своих молитвах. И кто берет себе сторонником Аллаха и его посланника и тех, которые уверовали, то он будет из партии Аллаха, и поистине партия Аллаха они победят. «О вы, которые уверовали, не берите себе сторонниками тех, которые вашу веру принимают как насмешку и забаву из числа тех, кому до вас было даровано Писание, и неверных многобожников. И остерегайтесь наказания Аллаха, выполняя то, что он повелел, и сторонясь того, что он запретил, если вы верующие». И когда вы, о верующие, зовете к молитве, они неверующие принимают это за шутку и забаву. «Это потому, что они люди, которые не разумеют». «Скажи, о пророк, насмехающимся из числа людей Писания, о люди Писания, неужели вы упрекаете нас только за то, что мы уверовали в Аллаха и в то, что было неспослано нам в Коран, и в то, что было неизведено раньше, в прежние Писания, и уверовали в то, что большая часть вас являются непокорными». «Скажи, о пророк, тем, которые насмехаются над истинной верой, сообщить ли вам о том, что более злостнее, хуже, чем это, как награда воздаяния у Аллаха. Это воздаяние того, кого проклял Аллах, лишил своего милосердия, и того, на кого он разгневался и сделал из них обезьян и свиней, и того, кто поклонялся лже-богу. Такие они наихудшие по месту в вечной жизни и более сбившиеся с истинного пути в этом мире». «А когда они приходят к вам, о верующие, они говорят, мы уверовали, и уже они вошлись неверием, и вышли с ним, и ведь Аллах лучше знает, что они скрывали. И ты, о посланник, видишь многих из них иудеев, как они поспешают друг перед другом в грехе и вражде, притеснении и пожирании ими запретного, как они нечестно зарабатывают, однозначно, плохо то, что они делают. Почему бы верным слугам Господа, знающим Его Слово и книжникам, понимающим закон Аллаха, не удерживать их иудеев от их греховных речей и пожирания ими запретного? Однозначно, плохо то, что они совершают, то, что не удерживают людей от грехов». И сказали иудеи во время засухи и неурожая, «Рука Аллаха прикована». Этим они подразумевали, что якобы Аллах жаден и не дает им обильного пропитания. Это у них руки прикованы, это они сами жадные и прокляты они за то, что сказали. Нет, это не так. Обе руки Его распростерты, Он щедрый, расходует Он, как желает, в соответствии со своей мудростью. И однозначно же у многих из них неспосланное Тебе, о Пророк, от Твоего Господа Коран и Откровение, только увеличивает беспределье, чрезмерность в грехах и неверие. И мы бросили между ними, завидующими, неверующими, вражду и ненависть до Дня Воскресения. Каждый раз, как они разжигают огонь войны, тушит его Аллах. И стремятся они сеять на земле беспорядок, а Аллах не любит сеющих беспорядок. Аллах Всевышний в этом аяте сообщает, что у Него в действительности есть две руки, которые не подобны чьим-либо рукам. А если бы люди Писания, иудеи и христиане, уверовали в Аллаха и Его Посланника и остерегались бы наказания Аллаха, исполняя то, что Он повелел и оставляя то, что Он запретил, то мы непременно удалили бы от них их плохие деяния, простили бы им их грехи и обязательно ввели бы их в райские сады вечной благодати. А если бы они, люди Писания, исполняли Тору и Евангелие в том виде, как они были неспосланы, и то, что неспослано им от их Господа Коран, то они непременно питались бы и от того, что сверху их, им неспосылались бы обильные дожди, и от того, что у них под ногами, тем, что растет. Среди них, людей Писания, есть умеренная община, те, которые принимают Единобожие и становятся полностью покорными Аллаху, а многие из них скверны то, что они делают. О посланник, доводи до людей все, что неспосылается тебе от твоего Господа, а если ты не сделаешь этого, утаишь что-либо, то это будет значит, что ты не передал его послание, и Аллах защитит тебя от людей, от врагов. Поистине, Аллах не ведет истинным путем людей неверных. Пророк Мухаммад полностью довел до людей то, что Аллах Всевышний повелел ему. Скажи, о пророк, о люди Писания, вы нисколько не будете на истине, пока не будете исполнять Тору и Евангелие, и то, что неспослано вам от вашего Господа, Коран. Но у многих из них неспосланное тебе, о пророк, от твоего Господа, лишь увеличивает беспределье, чрезмерность в грехах и неверие. Не переживай же, не печалься, о пророк, из-за неверующих людей, что они не признают тебя посланником Аллаха. Поистине, те, которые уверовали, верующие из общины пророка Мухаммада, и те, которые до того, как Аллах направил человечеству своего последнего посланника, придерживались иудейства, и сабии, те, которые пребывают в естественной срождении вере, и не следует какой-либо определенной вере, и христиане, кто уверует из них в Аллаха, и в последний день и будет совершать праведные деяния, совершать только ради Аллаха то, что повелел Аллах сам непосредственно и через своего посланника, то не будет над ними страха в день воскрешения, и не будут они печальны за то, что миновало их в этой жизни. Уже мы, Аллах, взяли договор, завет с потомков Исраила, пророка Якуба, что они будут служить и поклоняться только Аллаху, и выполнять все, что он повелел им в Торе, и послали к ним пророков. Каждый раз, как к ним приходил какой-нибудь посланник с откровением от Аллаха, с тем законоположениями, чего их души не желают, они враждовали с ними. Одних они отвергали, как, например, Ису и Мухаммада, а других они убивали, как, например, Закарию и Яхью. И они, потомки Исраила, посчитали, что за убиение пророков и другие виды ослушаний не будет искушения, что их не постигнет беда и наказание. И поэтому, обманувшись отсрочкой, которую дал им Аллах, стали они слепы, чтобы следовать прямым путем и глухи к истине. Затем, после того, как их постигло наказание, и они обратились к Аллаху с покаянием, Аллах принял их покаяние. Потом, после того, как ясной стала истина, снова стали слепыми и глухими многие из них. И ведь Аллах видит то, что они делают, и воздаст им потому, чего они заслуживают. Уже стали неверными те, которые сказали «Поистине Аллах Мессия, сын Марьям, а ведь Мессия, пророк Иса, сказал своему народу «О, потомки Исраила, пророка Якуба, поклоняйтесь только одному Аллаху, Господу моему и Господу вашему. В служении и поклонении Ему мы все равны. Ведь тот, кто предает Аллаху сотоварищей, служит и поклоняется кому-либо еще, кроме Него, тому Аллах запретил вхождение в рай и конечным пристанищем для Него будет огонь, ад, и не будет у притеснителей неверующих помощников, которые спасли бы их от адского наказания». Уже стали неверующими те, которые сказали «Аллах третий из трех, один из троицы», тогда как нет другого Бога, который был бы достоин поклонения, кроме лишь одного истинного Бога, и это Аллах. А если они, те, кто сказал это, не удержатся от того, что говорят, то непременно и обязательно коснется тех из них, которые стали неверующими, мучительное адское наказание. Неужели они, эти христиане, не обратятся с покаянием к Аллаху и не попросят у Него прощения, ведь Аллах прощающий тех, которые обращаются к Нему с покаянием и милосердны к Ним. Ведь Мессия, сын Марьям, только посланник, уже до Него тоже были посланники, Он такой же, как и прежние посланники, а мать Его правдивейшая верующая. Оба они, Иса и его мать, ели пищу, как и другие люди, поэтому они не могут быть богами. Посмотри, о пророк, как разъясняем мы им, этим неверующим, знамени, которые указывают на истинность единобожия, потом посмотри, до чего они отвращены. Скажи, о посланник, этим неверующим, неужели вы будете поклоняться помимо Аллаха тому, что не владеет для вас ни вредом, ни навредит, если вы не будете им поклоняться, ни пользой, и не будет вам никакой пользы от поклонения им, а ведь Аллах всеслышащий и всезнающий. Скажи, о пророк, о люди Писания, иудеи и христиане, не проявляйте чрезмерности в вашей вере, не выходите за рамки вероубеждения, будучи не на истине, христиане, не говорите, что Иисус является Богом и иудеи, не считайте его сыном прелюбодейки и не следуйте за прихотями людей, которые сами заблудились раньше, за убеждениями предводителей заблуждения и которые ввели в заблуждение многих и сбились они с прямого пути. Прокляты те, которые стали неверующими из числа потомков Исраила, языком Дауда в заборе книги, которая была ниспослана ему, и Иисы, сына Марьям, в Евангелии. Это за то, что они ослушались Аллаха и были преступниками, нарушали установленные Аллахом границы. Не удерживались они, те иудеи, ни сами, ни друг друга от порицаемого, которое совершали, однозначно, скверно то, что они делали. Ты, о пророк, видишь, как многие из них, иудеев, берут себе сторонниками тех, которые стали неверующими, многобожников, однозначно, скверно то, что им уготовили их души, что разгневался на них Аллах и в адском наказании они будут пребывать вечно. А если они, иудеи, веровали бы в Аллаха, пророка Мухаммада и в то, что было низведено ему в Коран, то они не стали бы брать их многобожников себе сторонниками, помощниками и друзьями, но многие из них являются непокорными. Ты, о посланник, непременно обнаружишь, что самыми враждебными людьми по отношению к тем, которые уверовали, являются иудеи и те, которые стали многобожниками. И так же ты, о посланник, непременно обнаружишь, что самыми близкими по любви к тем, которые уверовали, являются те, которые сказали «Мы христиане!» Это эфиопский царь Негус и некоторые из его окружения. Это потому, что среди них, среди тех христиан есть священники их, знающие люди и монахи и потому, что они не проявляют высокомерие. А когда они, царь Негус и другие христиане, которые увидели в исламе истину, слышат то, что неспослано посланнику, Коран, то ты видишь, как глаза их переполняются слезами от истины, которую они узнали, убедившись в том, что эта книга неспосланная от Аллаха. Они говорят «О Господь наш, мы уверовали, запиши же нас вместе со свидетелями, сделай нас из общины пророка Мухаммада, чтобы мы, будучи в этой общине, были свидетелями против других общин в день воскрешения». И почему нам не веровать в Аллаха и в ту истину, которая явилась к нам, с которой пришел пророк Мухаммад, раз мы желаем, чтобы ввел нас наш Господь в рай вместе с праведными людьми, теми, которые были покорны Аллаху. И Аллах вознаградил их, тех, кто уверовал, за то, что они сказали, за их веру, признание истины и мольбы садами рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, и они пребудут в них, в райских садах, вечно. И это воздаяние искренним в добродеяниях, которые были искренни в речах и поступках, а те, которые стали неверующими и отвергли наши знамения, не признали их истинность, такие будут обитателями огня, ада. О вы, которые уверовали, не запрещайте благо, которое дозволил вам Аллах, и не приступайте к границ того, что он запретил. Поистине, Аллах не любит приступающих. И питайтесь тем, чем наделяет вас Аллах, что является дозволенным, чистым от скверны, благим, полезным, а не вредным, и остерегайтесь наказания Аллаха, в которого вы веруете. Не взыщет с вас Аллах, не станет наказывать за пустословие в ваших клятвах, за ненамеренно произнесенную клятву, но взыщет он с вас о верующий за то, что вы связали клятвы за намеренную клятву. Искуплением же этого неисполнение клятвы является накормить 10 бедняков средним из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. А кто же не найдет, не будет в состоянии сделать одно из этих трех видов искупления, то ему будет необходимо соблюдать пост в течение трех дней. Это то, что было перечислено. Искупление ваших клятв, которыми вы поклялись. Охраняйте же ваши клятвы, удерживайтесь от клятв, или исполняйте же, если поклялись, или совершайте искупление. Так разъясняет Аллах вам свои знамения, чтобы вы были благодарны Ему за то, что Он наставил вас на истинный путь. Каждому бедняку дается половина са из обычной пищи людей той местности. Каждого бедняка одевают в обычную одежду. Человек, который не исполнил свою клятву, имеет право выбрать между кормлением бедных, одеванием их или освобождением раба. О, вы, которые уверовали, поистине опьяняющие, все, что затмевает разум, азартные игры, жертвенники, камни, где многобожники совершают жертвоприношения, и стрелы, принятие решения по стрелам, являются мерзостью, скверной, издеяния сатаны, грехом, который он разукрасил. Сторонитесь же этого, чтобы вы обрели успех. До ислама, перед совершением какого-либо важного дела, люди брали три стрелы, на одном из которых было написано «делы», на другом «не делы», а на третьем ничего не было написано. И затем он определял свое дело, вытаскивая стрелу. Если же выходила стрела, на которой ничего не было написано, он повторял все заново. Сатана желает лишь заранить среди вас вражду и ненависть при помощи опьяняющего всего, что затмевает разум, и азартных игр, и отклонить вас от поминания Аллаха и молитвы. Прекратите ли вы совершение этого после разъяснения вам вреда? И повинуйтесь, о люди, Аллаху, во всем том, что он повелевает и запрещает, и повинуйтесь посланнику в том, что он доводит до вас от своего Господа, и остерегайтесь неповиновения Аллаху и затем его посланнику. А если отвернетесь от повиновения Аллаху и его посланнику, то знайте, что на нашем посланнике лежит обязанность только разъясняющее доведение. Нет на тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, греха за то, чем они питались, за то, что ели и пили запретное до его запрещения, когда они стали остерегаться многобожие и уверовали и совершали праведные деяния, и потом стали остерегаться того, что запретил Аллах, и веровали увеличили свою веру и потом остерегали совершение всех грехов и были искренними в добродеяниях, убежденными в своем повиновении Аллаху, будто они видят Его, ведь Аллах любит искренних в добродеянии. После того, как Аллах запретил вино, сподвижники спросили у пророка «О посланник Аллаха, каково же положение тех наших верующих братьев, которые уже умерли, но при жизни пили вино и еле заработанное на азартных играх». На это Аллах Всевышний не спослал этот аят. О вы, которые уверовали! Непременно, когда вы находитесь в состоянии и храма, Аллах будет испытывать вас охотничьей добычей, которую могут достать ваши руки, малой добычей и ваши копья, большой добычей, чтобы узнать Аллаху, показать своим творением, кто боится его в тайне, не видя его воочию. А кто приступит к границе запрета после этого, после разъяснения, тому будет дано болезненное наказание. О вы, которые уверовали! Не убивайте добычи на суше, когда вы находитесь в состоянии запрета в их раме во время совершения большого или малого паломничества. А кто убьет какое-либо животное или птицу из вас умышленно, то воздаяние ему за этот грех – зарезать домашнюю скотину, верблюда, корову, овцу или козу, подобную по величине тому, что он убил, если есть подобие такого животного из домашнего скота. Устанавливают, определяют это, что должно быть зарезано двое справедливых из вас, верующих как жертву, направляющуюся к Аабе, для неимущих, которые находятся на запретной территории, или искупления этого греха в случае, если нет подобного домашнего животного, купить на эту стоимость еду для бедных по половине са на каждого бедняка и накормить их. Или взамен этому он должен соблюдать пост по дню за каждый са той еды. Это Аллах предписал такое воздаяние, чтобы он вкусил пагубность своего дела за охоту в состоянии и храма. Простил Аллах то, что было уже прежде этого запрета. Не нужно искупление за прежнее после того, как было установлено такое положение. А кто вернется к ослушанию, тому отомстит Аллах. Поистине Аллах величественен, всемогущ и обладатель мщения по отношению к тем, которые ослушаются его. Дозволено вам, о верующие, охота в море на живых морских животных и еда из него, то, что добыто уже умершим, в пользование вам и путникам. Но запрещена вам охота на суши, пока вы находитесь в их раме, и остерегайтесь наказания Аллаха, которому вы будете собраны. Установил Аллах Каабу, запретный дом, опорой для людей, для исполнения ими своих обязанностей перед Аллахом, для совершения паломничества и чтобы в нем люди пребывали в безопасности. И также опорой он установил запретный месяц, когда не дозволялось сражаться, ведомое к запретной мечети жертвенное животное и украшенных жертвенных животных, чтобы вы знали, что Аллах знает все, что в небесах и все, что на земле, и что только Аллах о всякой вещи знающий. Знайте, о люди, что Аллах силен в наказании по отношению к тем, которые ослушаются его, и что Аллах прощающий и милосердный по отношению к тем, которые обращаются к нему с покаянием. На посланнике лежит обязанностью только доведение, а Аллах знает, что вы обнаруживаете ваши явные слова и деяния и то, что скрываете ваши мысли. Скажи, о посланник, неравны, неодинаковы, плохое и хорошее, чего бы это ни касалось, даже если тебя, о человек, и удивит обилие плохого. Остерегайтесь же наказания Аллаха, выполняя то, что он повелел, и сторонясь того, что он запретил. О, обладатели разума, чтобы вы обрели успех, обрели довольство Аллаха и вошли в рай. Запретных месяца 4. Зулькаада, Зульхиджа, Мухарам и Раджаб. Паломники вешали на шее жертвенных животных украшенные плетеные веревки, чтобы другие по этим животным узнавали, что их хозяин направляется совершить паломничество. О вы, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые, если откроются вам, то огорчат вас, о том, что вам не было повелено совершать, о том, в чем нет пользы. А если вы спросите о них, когда не посылается Коран, то они откроются вам, будет сообщено через пророка, и будет возложено на вас исполнение этого, что станет затруднением для вас. Аллах простил за них, ведь Аллах прощающий своих рабов, когда они обращаются к Нему с покаянием и сдержанный. Уже спрашивали своих посланников о них, задавали подобные вопросы люди, жившие до вас. Потом, когда им повелевалось совершать то, о чем они спрашивали, они становились неверующими в них, в те законоположения. Не устраивал Аллах, не устанавливал в своем законе, почитании, ни Бахиры, ни Саибы, ни Василии, ни Хаамии, но те, которые стали неверующими, измышляют на Аллаха ложь, и большая часть их не разумеет, не отличает истину от лжи. Аллах не предписывал многобожникам того, что они сами измыслили. Они стали почитать некоторых своих животных и посвятили их своим идолам, отказавшись пользоваться их мясом, молоком. Бахира – это самка, которая отличается своей плодовитостью. Саиба – это самка, которая посвящалась идолам и свободно послась. Васыла – это самка, которая рожала подряд несколько самок. Хаам – это самец, от которого произошло большое потомство. А когда говорится им, тем неверующим, которые запрещают себе то, что Аллах им не запрещал, придите, обратитесь за решением к тому, что не спасал Аллах, к Его Слову и к Посланнику. Они говорят, достаточно нам того, на чём мы нашли наших отцов, тех слов и деяний, которые остались от них. Неужели они будут говорить это, даже если их отцы ничего не знали и не следовали истинным путём? О те, которые уверовали! На вас лежит забота о самих себе. Совершайте благие дела и отстраняйтесь от грехов, насколько можете. Не повредит вам тот, кто заблудился, если вы пошли верным путём. К Аллаху предстоит возвращение всех вас, и Он сообщит вам то, что вы делали. О вы, которые уверовали! Свидетельством между вами, когда предстанет кому-нибудь из вас смерть, появятся признаки того, что человек умрёт, в момент завещания, если он его оставляет, должны быть двое справедливых из вас, из числа верующих, или два других, не верующих, не из вас, при необходимости и когда нет свидетелей мусульман, когда вы странствуете по земле, находитесь в пути, и вас постигнет несчастье смерти. Вы задержите их двоих, свидетелей, после молитвы, и они поклянутся Аллахом, если вы о завещателе сомневаетесь. Мы не купим за него, за нашу клятву, цену, мирскую выгоду, даже если он будет нашим родственником и не станет скрывать свидетельство Аллаха, то свидетельство, которое он повелел нам исполнять. Поистине, мы в таком случае окажемся из числа грешников. Если же после их клятвы будет обнаружено, что они двое, два свидетеля, заслужили обвинение в грехе, была замечена их ненадежность или же лживость при этом свидетельстве, то два других близких родственника, умершего, заступят на его место тех двоих прежних свидетелей, против которых было выдвинуто обвинение в грехе. И затем они, свидетели-родственники, поклянутся Аллахом. Однозначно наши свидетельства, вернее свидетельства тех двоих, более заслуживают того, чтобы было принято, так как была замечена их ненадежность. И мы не приступаем в своих словах, которые сказали о них и в свидетельстве, иначе мы были бы из числа притеснителей. Это такое положение, когда есть сомнения в надёжности свидетелей, ближе к тому, что они давали свидетельство по его обличию, в таком виде, как оно есть, без изменения, или боялись того, что будут отклонены клятвы после их клятв, и они будут опозорены перед людьми. И остерегаетесь наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и стороняясь того, что Он запретил. И слушайте, ведь Аллах не ведёт прямым путём в рай непокорных людей, тех, которые вышли из повиновения Аллаху и затем Его посланнику. И помните, о люди, о том дне, дне суда, когда Аллах соберёт посланников и скажет, что же вам было отвечено вашими общинами, когда вы призывали их к единобожию. Они скажут, нет у нас знания об этом, так как мы не знаем, что в душах людей, и не знаем, что произошло после нас, поистине, ты, о Аллах, знающий всё, сокровенное. Вот скажет Аллах в день суда, «О Иса, сын Марьям, вспомни о благодати моей, которую я оказал тебе, создав тебя без отца, и твоей родительнице-матери, избрав её перед другими женщинами тем, что только у неё родится ребёнок без участия мужчины. Вот я оказал тебе поддержку Святым Духом, Ангелом Джибриилом, и ты говорил с людьми в колыбели, и когда стал взрослым, доводя до них то, что давалось тебе откровением. И вот научил я тебя писанию, грамоте и мудрости, правильности в речах и деяниях, без учителя, и Торе даровал правильное понимание Торы, и Евангелию не спаслал тебе эту книгу. И вот ты делал, лепил из глины подобие птиц с моего дозволения, и дул на них, и становились они настоящими птицами с моего дозволения. И исцелял ты слепого от рождения и прокажённого по моему дозволению, и выводил ты, оживляя умерших из могилы, с моего дозволения, обращаясь ко мне с мольбой. И вот я удержал потомков Исраила от убиения тебя, когда ты пришёл к ним с ясными знамениями, которые указывали на то, что ты являешься истинным пророком. И сказали те, которые стали неверующими из них. Это только очевидное колдовство. И вспомни благодать мою, когда внушил я апостолам, уверуйте в меня и в моего посланника, в пророка Иису. Они, апостолы, сказали, мы уверовали, о Господь наш, свидетельствуй, что мы, предавшиеся тебе, полностью покорные тебе. Вот сказали апостолы, о Иса, сын Мариам, может ли Господь твой, если ты обратишься к нему с мольбой, не звести нам трапезу, стол с угощениями с неба. Он сказал, остерегайтесь наказания Аллаха, не будьте подобны тем, которые просили пророка Мусу о подобных чудесах, испытывая его, если вы являетесь истинными верующими. Они, апостолы, сказали, мы хотим поесть с нее, с трапезы, и успокоиться наши сердца, и мы будем знать, что ты, о Иса, сказал нам правду. Будем твердо убеждены в том, что ты пророк, и мы будем о ней, о трапезе, свидетелями, расскажем другим о могуществе Аллаха и об истинности твоего пророчества. Сказал Иса, сын Мариам, когда понял искренность их намерений. О Аллах, Господь наш, низведи нам трапезу с неба, которая будет праздником. Мы возьмем этот день за праздник для первых из нас, тех, которые живут сейчас, и для последних из нас, тех, которые будут жить после нас, и знаменем от тебя, доводом, указывающим на твое величие и единственность. И даруй нам удел, облегчи его получение, ведь ты лучший из дарующих удел. Сказал Аллах, я не спошлю ее, трапезу вам, но кто из вас после этого, после неспослания трапезы с неба, станет неверующим, того я накажу таким наказанием, которым я не наказываю никого из миров. И вот скажет Аллах, «О Иса, сын Марьям, говорил ли ты людям, примите меня и мою мать двумя богами еще, помимо Аллаха, наряду с Аллахом? Он, Иса, скажет, «Приславен ты, о Аллах, не подобает мне говорить то, на что у меня нет права. Если я сказал такое, то ты это знаешь. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у тебя в душе, ведь ты поистине знающий сокровенное». «Не говорил я им ничего, кроме лишь того, о чем ты мне велел. Служите и поклоняйтесь только Аллаху, Господу моему и Господу вашему. И я был свидетелем о них, об их словах и деяниях, пока находился среди них. А когда ты меня упокоил, ты сам был наблюдателем за ними, и только ты являешься свидетелем о всякой вещи. Если ты накажешь их, то ведь они рабы твои, а если ты простишь им, то ведь ты величественный и мудрый». Скажет Аллах пророку Ииси в день суда. «Это день, когда поможет правдивым их правдивость, единобожникам поможет то, что они придерживались единобожия, подчинились Аллаху и были правдивы в своих намерениях, речах и делах. Им уготованы сады рая, где текут под ними, под дворцами и деревьями реки, и они пребудут в них, в райских садах, вечно». Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом в том, что Он даровал им. «Это обретение такой награды и довольства Аллаха есть великая прибыль». Аллаху только одному принадлежит вся власть над небесами и землей, и тем, что в них, в небесах, все принадлежит только Аллаху, и Он полностью управляет всем этим, и все происходит только по Его знанию и по Его воле, и только Он над всякой вещью мощен». «Олимпийский Såдий, и он у fight над небеса. они не могут их несем,